Всем привет! Вы на канале правильный выбор. В этом обзоре речь пойдет о рации Союз-4. Ссылки на магазины с актуальными ценами вы найдете в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также включайте колокольчик. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то смело оставляйте их в комментариях, я постараюсь вам ответить. Стоит начать с внешнего вида новой радиостанции. В отличие от предыдущих моделей, она приобрела новый стильный дизайн в черном и оранжевом цветах. На передней панели радиостанции расположен дисплей, на который выводится вся рабочая информация, включая выбранный диапазон частот, состояние заряда аккумулятора, уровень мощности сигнала и активированные функции. Под дисплеем расположена решетка динамика выходной мощностью 1 Вт. На верхней панели радиостанции расположен разъем под антенну, светодиодный фонарик и ручка включения-выключения и регулировки громкости. На левой стороне радиостанции расположены три кнопки управления – колл для включения FM-радио, кнопка PTT для осуществления передачи и мони для активации работы фонарика. На правой панели расположены разъемы под аксессуары, закрытые плотной резиновой заглушкой. Устройство сохранило за собой соответствие стандарту защиты IP54, что обеспечивает защиту рации от попадания капель и брызг с любого направления. Что касаемо функционала радиостанции, то теперь в распоряжении пользователя находится 128 каналов связи. Работа радиостанции осуществляется в двух диапазонах частот – VHF и UHF. UHF диапазон приобрел расширение и теперь составляет от 400 до 520 МГц. В отличие от предшественников, радиус действия увеличен на 3 км и составляет 10 км. Дисплей и клавиатура рации оснащены подсветкой для упрощения работы при условиях недостаточного освещения. Цифровая клавиатура рации работает в нескольких режимах – частотном для набора необходимой частоты в ручном режиме, канальном для ввода канала связи, режиме меню и в режиме передачи – для передачи сигналов DTMF в эфир. На клавиатуре расположены кнопки доступа к меню, выбора диапазона, VOX, TOT, выхода из меню и другие клавиши управления. По избежанию случайного зажатия предусмотрена функция блокировки клавиатуры. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел несколько отрицательных. Цена. Через неделю уже не держит батарею. Отвалились крепления. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о плюсах модели. Простая настройка. Хорошая дальность работы. Светодиодный фонарик. Внешний вид. Удобство в руке. Информативный экран с приятной фиолетовой подсветкой. Прочный корпус с яркими вставками. Смотрится дорого. Мощный динамик. Возможно вы уже стали владельцем такой рации и захотите поделиться в комментариях с нашими зрителями своими впечатлениями от использования этой модели. Напоминаю, что ссылки с актуальными ценами находятся в описании. Надеюсь я помог вам сделать правильный выбор и вы уже поставили лайк, подписались на наш канал и активировали колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok